Городской автомобилист привлек дорожный патруль открытым капотом. Сотрудники подразделения ГСТК заметили его в районе Ленина-Партизанской и помогли рулевому отбуксировать заглохший транспорт до места ремонта. Кстати, патруль выручает автомобилистов регулярно. Ранее экипаж помог гражданину Китая при замене колеса и не дал замерзнуть маме с ребенком. О дорогах, водителях и многом другом в ближайшие 15 минут расскажу вам я, Алена Лепкалова. Здравствуйте! Вы смотрите новости города. Начнем с анонса. Сила в единстве. Мороблаговещенск Олег Имамеев в своем инстаграм-аккаунте прокомментировал ситуацию на Украине. Уютная экспозиция. В Кровеческом музее сотканная история собрала разные ковры на новой тематической выставке. Ковид не помешал. Благовещенская федерация издового спорта проведет соревнования «Зейский спринт» в онлайн-формате. Мы сильны только когда мы едины. Мэр Благовещенск Олег Имамеев прокомментировал ситуацию на Украине. Пост со словами поддержки городоначальник опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Цитата. Также глава Амурской столицы написал, что когда услышал слова президента о признании ЛНР и ДНР, испытал невероятные чувства. По словам Олега Имамеева, в такие моменты важно помнить о единстве. Интеллектуальную транспортную систему оценят в Благовещенске. Амурская столица может войти в проект по внедрению умных приспособлений в городских агломерациях Дальнего Востока с населением меньше 300 тысяч человек. Программа включает модернизацию светофоров, установку интеллектуальных комплексов, специального программного обеспечения, информационных табло, камер, умных остановок, экологических метеостанций и оцифровку дорожных карт. Такие системы уже работают на четырех перекрестках областной столицы. В марте специалисты оценят их эффективность. Напомним, мониторинг осуществляют с помощью регулировщиков на театральной на пересечении с Хоной, Красноармейской, Северной и Октябрьской. Система позволяет переключать сигнал электронного регулировщика в зависимости от загрузки перекрестка. После анализа результатов областной Минтранс подготовит техническое задание на разработку проекта для городской благовещенской агломерации. Амурские общественники проверят, как подрядчики, которые преображали магистрали в рамках нацпроекта БКД, исполняют свои гарантийные обязательства. Если выявят недостатки, их будут устранять согласно контрактам. Старт работы общественной комиссии назначен на апрель. В целом, контролировать объекты дорожного нацпроекта общественники будут до октября. Всего в 2022 году в рамках БКД планируют привести в норматив и комплексно отремонтировать 74 километра региональных дорог и 6 километров магистрали Благовещенской агломерации. Как отметил глава региона Василий Орлов, благодаря реализации нацпроекта дорожный облик областного центра улучшается. Подрядчики с каждым годом повышают свой профессионализм, так как контроль за проведением ремонта и последующими гарантийными обязательствами серьезный, в том числе со стороны общественности. Девушка-пешеход попала под колеса авто в центре областной столицы. ДТП случилось во вторник вечером. Как рассказали в ГИБДД, 22-летняя горожанка переходила дорогу по нерегулируемому перекрестку в половине шестого вечера. В этот момент на нее наехал рулевой Тойоты. Из-за столкновения пешеход получила травмы и ее доставили в больницу. Госавтоинспекторам предстоит выяснить, что стало причиной аварии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И отметила, что все вместе сделали немало для развития нашего города. Также Елена Евглевская высказала уверенность, что этот курс продолжит новый председатель, которого предстоит выбрать. При этом депутатам Елена Игоревна остается. Проект решения был рассмотрен на заседании и поддержан депутатами. Исполнять обязанности председателя до избрания нового главы будет Степан Попов. Мороблаговещенск Олег Имамеев в свою очередь отметил высокий профессионализм Елены Евглевской и поблагодарил за работу. Добавив, что уважает этот выбор и очень сожалеет об уходе Елены Игоревны. Теплые слова адресовали и депутаты. От лица местного отделения «Единой России» за плодотворную работу председателя поблагодарила Оксана Чупрова, подчеркнувшая роль Елены Игоревны в развитии местного самоуправления. Напомним, должность председателя Елена Евглевская заняла 19 сентября 2019 года, став первой в истории женщиной, возглавившей Благовещенскую гордуму. Ранний выход на пенсию против ограничения зарубежных поездок. Дальневосточники рассказали о главных плюсах и минусах военной службы. Исследования проводили специалисты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Среди опрошенных соискателей мужчин из дальневосточных регионов 35% проходили срочную службу в армии, 55% не проходили, 10% еще планируют пройти. 45% мужчин, отслуживших в армии, задумывались о продолжении карьеры, но в итоге от этой идеи отказались. Еще 17% на какое-то время после армии оставались в войсках, однако потом ушли в другую сферу. 3% отслуживших мужчин по сей день остаются военнослужащими. Говоря о преимуществах карьеры военного, 60% дальневосточников отметили ранний выход на пенсию, 53% льготы, 50% стабильность. По мнению 35% опрошенных, существенным плюсом является заработная плата. 28% назвали значимость социальный статус профессии, 13% отметили гарантированный карьерный рост и 18% опрошенных Дальнего Востока уверены, что у военной службы нет преимуществ. В День защитника Отечества в Благовещенске почтили память павших героев. Первые лица области и города вместе с руководителями силовых структур возложили цветы к памятнику воинов-амурцев на площади Победы. По традиции церемонию завершили минутой молчания. И к другим темам. По-домашнему уютным стал один из залов областного краеведческого музея. Там открылась выставка «Сотканая история». На ней представили около двух десятков ковров, запечатливших моменты истории и с национальным колоритом. О самых интересных экспонатах расскажет Юлия Мишурнова. Фото на фоне ковра есть, пожалуй, у всех, рожденных в 90-е и раньше. В советский и постсоветский период этот предмет интерьера выполнял сразу несколько функций. Он подчеркивал благополучие и достаток, ведь приобрести ковер было непросто, а стоил он больших денег. А еще использовался для звукоизоляции и сохранения тепла в доме. Уюта ковры добавили и залам музея. На выставке «Сотканая история» собрали два десятка всевозможных изделий – ручного и фабричного производства. Самому старому без малого сотня лет. Есть и современные, как тот, который изготовили к кинофестивалю «Амурская осень» в Узбекистане. От коренных народов при Амуре – пестрые, похожие на тканную аппликацию на найские ковры, и теплые венкийские. В производстве последних все натуральное. Вместо ниток брали жилы животных, заостренная кость служила иглой. Если брать, допустим, и венкийские ковры, их часто называли кумаланы, то есть это национальные коверы венков, они изготавливались из оленьей шкуры, причем орнамент тоже изготавливался из шкуры оленя, из отдельных кусочков. Ковры использовали не только для украшения интерьера, но и в основном для бытовых нужд, то есть в быту. Вот как раз и венки, они больше использовали ковры в быту. Но большинство ковров в домах не лежали. Свои работы музею подарила амурская художница и поэтесса Галина Тарасова. Сувенирные полотна производили на местной фабрике амурские узоры. Их изготавливали к юбилею Благовещенска, открытию Зейской ГЭС и другим памятным датам. Этот экспонат в музее выставляется впервые. Ковер с изображением Владимира Ильича Ленина, размерами 2 на 4 метра, изготавливался на местном предприятии в 1982 году, к открытию Амурской ВДНХ. На изделии сохранился даже ценник. Один квадратный метр стоил 130 рублей. В то время это была средняя месячная зарплата рабочего. Такие ковры хранились в партийных кругах. После распада советской власти их передали музею. Выставку ковров в Амурском краеведческом проводят впервые. Познакомиться с работами благовещенцы и гости города могут до 4 апреля. Юлия Мишурнова, Максим Яценко, программа «Город». Депутаты ЗАГС Собрания области выделили средства на модернизацию спортивных зон еще двух городских школ. Об этом написал мэр Амурской столицы Олег Амамеев. Городоначальник сообщает, средства направили на преображение спортзоны 10-й школы на трудовой 182-й корпуса начальной школы 1-й гимназии на Чайковского, 14. Ранее приняли решение также о ремонте стадиона Алексеевской гимназии, который совместят с благоустройством пришкольной территории. Все три учебных заведения расположены в разных районах города и давно нуждались в переменах. Олег Амамеев также пишет, что сметы уже просчитаны и совместно с ЦРТ продумано наполнение площадок. В первую очередь это обустройство зон для игровых видов спорта – футбола, баскетбола, волейбола, беговые дорожки, трибуны. Для школы номер 10 продумывается дополнительное зеленение, для Алексеевской гимназии – новое ограждение, освещение. Объем работ там серьезный, поэтому на объект подрядчики зайдут на два года. Планы по первой гимназии обсудили еще в прошлом году. Для самых маленьких учеников помимо непосредственно спортивных площадок оборудуют место для отдыха и игр, зону коллективного отдыха и автогородок. В Амурской столице на 75% готов новый дом для переселенцев из аварийного жилья. Планируется, что уже в этом году новоселам предоставят там квартиры. 15-этажку возводят на Мухино-Амурской. В настоящее время рабочие устанавливают оконные блоки на верхних этажах здания и обустраивают вентиляцию в подвале. В итоге будет сделано 164 квартиры, в 106 въедут переселенцы из аварийного жилья. Для этого из федерального бюджета региональные казны выделили почти 183 миллиона рублей. Напомним, Преамурья получила единую субсидию от Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. В рамках федерального проекта до 2024 года новые квартиры получат 2916 амурских семей из 959 аварийных домов в 23 муниципалитетах Преамурья. Всего на эти цели направят 6,7 миллиардов рублей. Продолжаем. Благовещенцам предлагают встретить весну во всеоружии и заранее приобрести качественную верхнюю одежду. Для этого даже не придется тратить целый день на поиски. Мужские и женские модели собрали на Нордической ярмарке. Она открылась в областной столице накануне. Наша съемочная группа пообщалась с первыми покупателями. В дверь стучится весна. Душа так и просит обновлений в гардеробе, рассказывает благовещенка Ольга Попенко. На Нордическую ярмарку заглянула случайно. От количества модных и качественных вещей глаза разбегаются. Приглядела себе сразу несколько курток прямиком из скандинавских стран. У меня приятно удивили цены, качество и, извините меня, обслуживание. От чего мы, благовещенцы, немножко как бы отвыкли, да, цивилизованного такого обращения к нам, да, уважительного, скажем так. Ну и я присмотрела себе пару вещей. Светлана Колпакова на Нордической ярмарке всю семью одела себе и дочери, взяла пуховики, мужу, кожанку с лисим мехом на выход и теплую куртку для занятий спортом. И взяла Карбону. Он просто знает эту марку, потому что он альпинист, ну нельзя говорить профессиональный альпинист, ну то есть, ну он альпинист, ходит в горы. И он Нордфол знает, Карбону знает, вот. И Карбона прям его любимая фирма. Вот я ему взяла куртку Карбона. И еще я у них присмотрела норочку. Оптовые цены, потому что весь товар на ярмарку привозят напрямую от производителей из Норвегии, Швеции, Германии. Никакой наценки магазинов нет. Приобрести вещи получится не только на зиму, но и на весну. Тренд сезона – хэшпак из кожи лося. Это легкая, но в то же время теплая и приятная на ощупь ветровка. В среднем, если кожаная куртка в магазинах стоит от 17, где-то до 30 и выше, то здесь прямая цена склада начинается от 9 900 и до 17 900 за самые дорогие модели кожаных курток. Финские пуховики Ухта, которые представлены в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга с средним ценником от 19 до 25, прямая цена у них идет 11 900, 9 900, 7 900. Пополнить свой гардероб вещами из скандинавских стран благовещенцы могут до воскресенья. Аналитическая ярмарка открыта в областной столице до 28 февраля по адресу Амурская, 203. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Зейский спринт 2022 на удаленке. Зимние соревнования по ездовому спорту впервые пройдут в онлайн формате. Виной тому сложная бит ситуация в регионе, в центральных регионах страны. Онлайн соревнования проводят по различным видам спортов. Благовещенские состязания в таком формате пройдут впервые. С 23 по 27 февраля. Организаторы надеются, что на число участников это не повлияет. К тому же у них есть возможность выбрать место и время самостоятельно. Конкурсная дистанция для лыжников составит 2,3 километра. Для категории «Нарты спринт» – 5, в детских стартах – 250 метров. Длинную дистанцию в 23 километра нужно набрать в сумме за несколько дней. Несмотря на формат соревнования, соблюдение всех правил обязательно. Результат судей оценят по видеоотчетам. В пожарную часть Благовещенска прибыл новый сотрудник. Щенок прибился к спасателям в День защитника Отечества. Кроху пустили переночевать. Теперь ищут добрых хозяев. Сейчас она на передержке, но оставить у себя амурчанин животное не может. Дети – аллергики. Неравнодушных благовещенцев просят подарить малышке дом. Для этого звоните по номеру на экране. У меня на этом все. Всего вам самого доброго. Не болеете. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова